Конечно, я не могла не прийти, детка, причём быстро, иначе бы цоса меня убила. Ты сама её знаешь. Ну, иди сюда, дорогая. Что с тобой происходит в жизни? Тебе плохо? Опять запрокидываешься, да? Что? Что я делаю? Дорогая, ну, обмираешь, в истерику впадаешь, какая разница? Надо, чтобы Пандора заговорила, чтобы рассказала мне правду о смерти дяди. Нет, по правде говоря, я чувствую себя лучше. Дорогая, иди сюда, садись, жизнь моя, сядь рядом со мной. Вот так, моя красавица, да. Дорогая, может, всё дело в вытеснении? Надо быть очень осторожным по части вытеснения, Пандора. Это очень-очень скверная вещь. Я знаю много людей, у которых выпали волосы из-за вытеснения и больше не растут вообще. Да нет, мне нечего вытеснять, честное слово. Ты считаешь, что я совсем дура, да? Нет, детка, неужели ты надеешься меня обмануть, Пандора? Ты должна понимать, что мы психологи как священники, вы нам что-то рассказываете, а мы молчим, как могила. Говори, моя дорогая, что с тобой случилось? Давай начнём, к примеру, с того, что случилось, когда ты была маленькой. Рассказывай. Честно говоря, я не понимаю, о чём вы говорите, но я вызвала вас, потому что мне надо задать один вопрос. Какой, дорогая? Вы работаете в полиции, да? Хватит отпираться. Немедленно объясните, почему вы работаете на полицию. Боже мой, детка. Ну кто придумал такую бредовую сказку, я тебя умоляю. Я прекрасно знаю, что вы участвовали в операции по поимке серебряной лилии. Кто-то тебя разыграл, детка. Я не люблю полицейских. Они люди до крайности примитивные. Грубые, дикие. Раздают всем тычки, словно ты вообще не человек. Ужасные люди. Один мой друг вас видел, так что нет смысла лгать. Этот слезняк Самуэль ей насплетничал. Ну так скажи этому своему другу, чтобы он поменьше выдумывал, меня там не было. Попроси его выяснить, кто там был и как этих людей звали, и увидишь, что меня там не было. А теперь, детка, давай начнём то, ради чего мы встретились. Займёмся терапией. Надеюсь, вы меня не обманываете. Так с чего начнём? Сначала, дорогая, докопаемся до твоей травмы. Их надо изгонять, как демонов. Дорогая, мы психологи, всё равно, что священники. Всё, что нам рассказывают, уносим с собой в могилу. Послушай меня, дорогая. Если ты будешь держать всё внутри, не выплёскивая лишнее в унитаз, извини, извини за сравнение, тебя просто разорвёт на кусочки. Так что, я вся внимание. Это была ошибка. Не надо было заходить в кабинет дяди. Я бы тогда ничего не узнала. Успокойся, дорогая. Мы здесь для того, чтобы всё исправить. Так что, успокойся и продолжай. В тот день, я играла в прятки с братьями. И спряталась в дядином кабинете. Залезла в шкаф. Да, дорогая, всё хорошо. Ты молодец. Потом вошёл дядя Луис Филиппо, и после него вошла она. Она? И кто же это? Скажи, скажи, кто это был? Мама. Дядя стал обвинять её в ужасных вещах, которые он узнал о её прошлом. И она пришла в бешенство. Но, дорогая, это нормально. Такое бывает. Даже в лучших семьях есть свои скелеты в шкафу. Подумаешь? Она схватила его за шею и выбросила в окно. Потом разбрызгала кругом выпивку и сказала, что дядя был пьян. И сам выбросился. Но нет. Всё было не так. Она его убила. Нет, нет, нет. Всё, успокойся, дорогая. Ты сбросила с себя этот ужасный груз. Она его убила. У меня есть всё необходимое, чтобы снова открыть это дело.